Всем привет, чуваки! Добро пожаловать в очередное видео! Мы сегодня проснулись с будунища большого, дикого, вообще, конечно, адово было, да? Нет. Кто смотрел вчерашний влог, тот знает, что очень круто мы провели день. С утра проснулся, сел, поработал, и нас сильно как-то это... Решение наше остаться сегодня дома, так что я сразу говорю, сегодня будет максимально домашний влог, что решение остаться дома было очень простым, потому что на улице сегодня был адовый ливень. Прям он зарядил, буквально вот было светло-светло, потом затянул ливень, и все. И мы такие, ну все понятно, остаемся дома 100%. Мы сейчас гоняли в магазин, купили немножко кофе, так что сейчас буду готовить кофе и показывать, что да как. А еще сегодня я необычным образом тестил свой макбук, поэтому я вам покажу. Это будет касаться игр. Хочу туда! Хочу туда! Итак, сейчас буду делать воронку, делаю ее сразу в стакан, потому что буду делать два стакана, и не хочу я делать это дело вот туда. Вот. Короче, воронка, фильтр, молотый кофе, молотый как, примерно как соль, ну по размеру, как морская соль, там чуть-чуть тут-туды-сюды, сами, короче, шарите. Сначала просто смачиваем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чтобы бумага немножко, так сказать, помылась, отдала свой вкус бумаге. Вот стакану я сейчас сольем. Засыпал 15 грамм кофе, залил 30 миллилитров воды, ну или 40 миллилитров, в это время сейчас секунд 40-50 опять же жду, чтобы кофе отдал всякие газики, это дегазация зерен происходит молотых, вот, а потом уже буду вливать. Вообще, я Алиске предлагал идти вместе, мы купили шоколадку, печеньки, вафли, короче, я предлагал идти вместе с этим стафом в 1.62 и наслаждаться, опять же, дождиком за окном, сидя в уютной атмосфере, но мы решили, что не. Алиса говорит, давай декав, думаю, блин, да, декав, а то что-то мы опять на кофеине. Вчера, блин, сидр пили. Сидр пили, пиво пили, сидр пили, кофеин опять лупили. Первый стакан готов, сейчас буду наполнять вот этот пустой стакан, это дело мы просто... Вот чем я люблю фильтр, тем, что не надо ничего особо мыть. Вот это взял, просто так, бим-бим-бим-бим-бим, стряхнул, как говорится, последнюю каплю. Смотреть мы будем Охотник за разумом. Кстати, сегодня пятница транслятница, почему я туда показал, не знаю, но, типа, мы решили, что сегодня не будем транслировать. Вот, короче, у нас два кофейка. Я почему здесь пока их держу, потому что нужно проверить, в одном немножко покрепче, скорее всего, будет. Мы с Алисой купили шоколадку. Она странная. Она, да, что-то с ней не то, не знаю, что, но сейчас попробуем. Она старая, мы так в детстве говорили, да. Возможно, ну, что-то белый налет какой-то, больная, походу, немножко. Вот, а потом мы с Алисой решили, кто что себе хочет купить. Алиса купила себе вафли, вот такие вот, Яшкина, а я купил себе любятого ароматный миндаль-печенье. Так что, обжираемся. На, попробуй этот. Да, я попробую этот. Там по вкусу по-разному. Да, он еще и горячее, этот по-прохладнее. Все, приятного просмотра. Третья серия второго сезона или четвертая даже серия, не помню. Третья, третья серия второго сезона. Горос, что вы хочешь сказать? Че-то скотит? Че-то, 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 а? А? Итак, ребята. О, меня видно в отражении. Короче, сейчас запускаю Fortnite, да, по-моему, так называется игра. Вот, будем тестить ее на моем стареньком 13-дюймовом Mac'е 15-го года. Стало интересно вообще, че по играм. Че по играм на Mac'е? Оказывается, так много игр уже зафигачили на Mac. Я прям подофигел. И Contra вроде есть на Mac'е, и всякие Max Payne, и Call of Duty есть, и еще куча-куча-куча. Всяких, ну, понятно, аркадных игр вообще дофигища. Но прям на Mac'е дофига, короче, игр стало. Я, если честно, думал, что Mac вообще отрезан от игровой индустрии очень сильно. Понятное дело, что там GTA'шечки свеженькой нету. Ну, относительно свеженькой. Господи, пятая GTA'шка, какого она вообще года? Я даже не помню. Блин, ну, как минимум какого-нибудь 11-го, 12-го. Все, да, Fortnite загружается. Сейчас мы протестим. Естественно, скорее всего, вангую, что все будет на минималках идти. И то с кучей потерянных кадров, скорее всего. Но я думаю, что нужно еще скачать Counter-Strike и на контре проверить. Потому что Contra, она по текстурам-то вообще, ну, честно говоря, убогая. Никакая. Без всяких там листьев и всего прочего. Ну, то есть там минималка, там заточенность не под красоту, а заточенность под махаться, там биться и стреляться. Вот так вот. Так, что тут у нас предлагается? Предлагается какая-то фигня тут уже. Типа чего-то Королевская битва. Да, кстати, я подключил мышку для того, чтобы здесь погамать немножко. Ну, блин, опять же, эта мышка, ну, не лучший, наверное. Экземпляр. Ну, ладно. Я на Дели на этой мышке играл. Ничего. В принципе, сносно. Творческий режим, Королевская битва, сражение с бурей. Давайте, Королевская битва. Понятия не имею, что это, но погнали. Ну, смотрите-ка. Ну, не то, чтобы прям идеально как-то, но бодренько. Ну, да, по-моему, это все минималочки. Чего, уже можно прыгать? И полетели. Это, короче, похоже что-то на батлграунд. Можно, кстати, вообще на тачпеде играть. О! Ну, тачпеде даже прикольный. Ну, как стрелять на тачпеде, я не знаю. Ладно, летим, как всегда, хер знает куда. Я обычно в батлграунде так делаю. Короче, помимо того, что стрелялка, шмалялка, но здесь еще, короче, ты можешь какие-то вот строить штуки. Оп. 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 Ладно. Как это все отменить? Как это отменить? Все понятно? Ну, и можно, собственно говоря, все что угодно ломать. Да, у меня вон копятся дровишки. Из этих дровишек я потом могу оп, оп, стену зафигачить. Это какая-то смесь батлграунда и Майнкрафта какого-то. Ну, смотрите, в общем, бодренько идет. Игруха, конечно, максимально мультяшная. Здесь нет намеков на реалистичность какую-то. полностью погружен в какую-то, получается, вот, что-то тут тоже с эти... Ой-ой-ой, кто-то по мне стреляет. Ой-ой-ой, отлично, 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 как раз. Сейчас будет есть... Сейчас будет есть шанс пострелять. Где ты, где ты? Козел, деседа. Кто это был? Где ты был? Ах ты гад, кто стреляет? Кто это? А, нифига себе. Ну, короче, если честно, я очень сильно удивлен, что на моем маке 15-го года старенько можно гамать. Прям сильно удивлен. Сейчас попробую скачать контру. Просто интересно, на сколько контра будет идти. Если уж на 15-го года маке играется, все в порядке, в принципе, 30 кадров там было, может, иногда поменьше, то уж на 18-го года пятнашки будет вообще... Будет вообще прям... Ребят, контра качается, через 14 минут 50 секунд будет скачано, так что сегодня будет проверочка контры. Вот, а я сижу пока наигрываю всяческие мелодии. У меня есть список из пяти песен, которые я хочу записать. Все так же хочу, все так же желаю, и я это сделаю. И приступлю к записи, наконец-то, на этих выходных. Не знаю, как долго будет вообще запись происходить, как еще. В голове у меня все по минимализму, как всегда, как я люблю, в принципе. Я вообще склонен к тому, что... Я вообще люблю, когда люди записывают, ну, другие музыканты записывают сами, сводят сами, все это делают, ну, максимально сами, чтобы вот на всех этапах передать полностью свои какие-то эмоции, свои впечатления и свои умения даже, возможно. Я ни в коем случае не говорю, что, типа, музыкант должен все знать, типа, и не может делегировать, там, сведение кому-то, звукачу профессиональному, нет. Но если сделано... Вот сам может сделать классно, то это круто. Не отлично, а классно, типа. Если отлично может сделать, то это вообще он профи, значит, на всех этапах. А если может сделать классно, то это очень хорошо. В общем, я постараюсь сделать классно. Короче, ребят, контраст качалось, запускаю. Я, смотрите себе, какой коврик намутил. Офигенно. Такого коврика нет ни у кого, даже у Майкла Джексона. Вот, погнали. Бодренько. Погнали, погнали гасить. Ублюдков. Вау-вау-вау. Я как вообще мастер. Все, меня завалили. Так что, кто там говорил, что на Маке нельзя играть, на Маке нет игр. Есть на Маке игры. Олдскульные самые те, в которые все гасятся. Это самые популярные игры. И Дота вторая есть, это здесь тоже. Е-е-е-е-е-е-е. Все, и меня завалили. Вот. И, в принципе, мне даже самому немножко не верится, что я играю в Counter-Strike, на своем Маке. Это забавно. Интересно, кстати, можно вот так вот поганнуть? Насколько это будет удобно? Сейчас попробую. Типа, в смысле, с тачпэда. Если бы кто-то знал сейчас из моей команды, что я играю на тачпэде, они бы сказали бы, пошел нафиг с нашей игры. Прикольно. Можно играть. Мне кажется, возможно, все так и было, на самом деле, с самого начала, как только я купил, в том плане, что все эти игры, они были на Мак. Возможно. Просто я никогда не интересовался этим. Но, в общем, сейчас загамал в Counter, минут 20 играл, в итоге один раз кого-то убил. Ну и раз 100 сам полег. Что там по ситуации с возвратом денег? Деньги до сих пор еще не вернули, а, между прочим, сегодня 10 дней, ровно как я сдал комп, и мне сделали возврат. Но где-то эти деньги, в общем-то, витают в непонятных день, между банками, или каждый банк их по чуть-чуть крутит. В общем, я писал, так сказать, тыкал палкой, живые там или еще нет, CityLink и Тинькофф, и все такие друг на друга сваливают. Такие, ну, мы ждем, не ждем, не знаю, как только придут деньги. Вот Тинькофф говорит, как только придут деньги, мы сразу, сразу вышлем, ты что? Вот, а CityLink, на самом деле, я им пишу, они что-то вообще гасятся. Ну, я в техподдержку писал, но если что, я как бы жду до 9 числа, в любом случае, буду звонить, потом говорить, йоу, манов пока, что такое? А на самом деле, я еще жду 10 сентября, когда будет презентация у Apple, посмотреть, что там за 16-дюймовые маки будут, ну, и посмотреть, опять же, после 9, после 10 числа, насколько упадут или не упадут ценники на пятнашки, ну, и вообще, в целом, там, какие-то будут движения, ну, возможно, конечно, сразу на этой неделе, то вряд ли, после презентации, там, наверное, попозже немножко, но, в общем, в такой ситуации сейчас завис непонятный, нет ни денег, нет ни компа, и при этом нужно уже что-то мутить, что-то покупать, что-то испытывать, потому что в ноябре, напомню, для чего комп, мы летим на Бали, и там нужно будет работать оттуда, и по работе сейчас немножко усложнилось все, поэтому, блин, такое, как бы немножко напрягает все, непонятность. Сейчас немного мыслей вслух, я уже сколько дней снимаю каждый день, да, у меня уже все, опять во мне проснулись старые привычки, и, ну, совершенно как бы ни влом, ни сложно, ничего, я себя не заставляю абсолютно, я снимаю влоги каждый день, я кайфую от этого, единственное, что монтаж отнимает время, ну, монтаж, какой там монтаж, клиповых моментов мало, редко они бывают, редко во влогах сейчас, поэтому это просто склейка и подрезание, начало и конца, но в любом случае, сейчас просто смотрю в инстаграм, и думаю, блин, все снимают, можно сказать, истории, да, все, все снимают, получается, влоги, потому что истории, это как ни крути, если человек лайфстайл ведет свой аккаунт в инстаграме, то это история, это его влоги, и, блин, насколько это на самом деле удобно, просто я себе не могу еще позволить взять и снимать там влоги, но типа бросить эти и снимать там, не знаю, может быть, я не прав, потому что там по 2700 просмотров набирают истории, вот, в лучшие дни там, в лучшие истории по 3000 набирали просмотров, то есть за сутки, а тут влог набирает 3000 за несколько-неслика-неслика дней, поэтому такое тоже ощущение, типа, блин, YouTube что, перестал быть интересным людям, может быть, Instagram уже перетянул на себя одеяло, как вы думаете, как вы считаете? Я Алисе мешаю смотреть сериал, вот она смотрит на ноутбуке, прости, Лиз, пожалуйста, но я хотел снять горошку, потому что все хотят горошку смотреть, горош, тебе нельзя печеньки, а ты не хочешь, она никогда не ела в жизни печеньки, между прочим. Ну, кто знает, может на улице. Не, ну, может когда-то ела, да, так что она вообще зожница еще та. Спасибо вам, что досмотрели этот влог до конца, напишите по поводу истории в Instagram, по поводу влогов, для кого, что важнее, кто вообще, кто смотрит истории, влоги, или, ну, я не знаю, ну, короче, напишите свои мысли по этому поводу. Все, увидимся с вами завтра, жмите большие пальцы вверх, оставайтесь вместе с нами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok